Российская ракета Итак, Россия в который раз наносит ракетный удар по украинскому городу. Аналогов нет ракеты с почти тонной взрывчатки, то ли отклоняется от курса, то ли просто по заветам пропагандиста Киасаяна. Целенаправленно летела в жилой дом. Но по факту на месте частной постройки оказалась огромная воронка. Хотя бы какие-то останки целой семьи, проживавшей тут, очень долго искали спасатели. Жила-была семья. Когда началась война, то мама решила перевести малышей с проспекта Поля в более безопасное место. В частный сектор. К бабушке. Сегодня в их дом прилетела русская ракета. Люди буквально испарились. Бабушка Алла, мама Наташа, дочка Василиса и мальчик Иван. И маленькая собачка Джек. Но очередное убийство детей в рамках спецоперации, которую конкретно Соловьев назвал спасением... Не случайно эта военная операция называется спасением. Прошло в России незамеченным. Симонян не плакала и не причитала о маленьких гробиках. Там каждый день гибнут люди. Там погибли тысячи мирных граждан. Там у тысячи детей оторваны руки и ноги. Тысячи детей похоронены в маленьких гробиках. А холопам не показывали старого пса, который на груди развалин верно ждал своих хозяев. Тяжелая история. Но мы рассказываем ее россиянам для того, чтобы они не думали, что такие вещи для их страны пройдут безнаказанно. Ведь отец семейства, обнаружив на месте своего дома воронку, Пойдет на фронт совсем другим человеком. И чтобы вы за поребриком понимали, о чем речь, мы покажем вам слова покойного российского генерала Лебедя. Самые замечательные солдаты получаются из людей, которые нашли на месте собственного дома воронку, в которой испарились жена, дети, родители. И вот это уже не человек, а волк, который будет рвать столько, сколько будет жить. А жить он будет долго. Либо он не ценит собственную жизнь, она ему не нужна. Сколько таких волков сейчас у ВСУ? Тысячи? Десятки тысяч? У нее есть только одно место. Именно поэтому он будет жить долго. Тех, кого вы оставили без дома. Без родных людей. Тех, чьих друзей вы питали в подвалах. И да, не каждый мужик, который вот так вот ридает над своей убитой женой. На фото с Миколаява видно человека, который плачет над телом своей дружины. Ее життя обервали российские коты. Женка, как и и другие миколаевцы, пребывали биле зупинки громадского транспорта в момент российского ударов. На утро пойдет в армию. Люди разные. Но большинство все же пойдет. И будет рвать вас, как в последний раз. И им будет пофигу на ваше игрище в диаполитику, угрозы ядеркой. Ситуация с референдумом кардинально меняет вообще весь этот расклад в том смысле, что действительно уже это будут территории России. И Россия уже будет иметь полное легитимное право в соответствии со своей оборонной доктриной использовать весь арсенал средств, включая ядерное оружие. Я считаю, что на Украине рано или поздно будет применено ядерное оружие. Одной простой причине. Конфронтация действительно нарастает. Пофигу на вист пропагандистов, которые понять не могут, как же так. Почему якобы вторая армия в мире снова сверкает пятками. Хватит уже терять территории. Хватит уже терять населенные пункты. Давайте уж по-настоящему. Ну и наконец совсем пофигу на ультиматумы бункерного деда, который что-то отсоединяет и присоединяет. Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде сила, а значит победа. Победа будет за нами. Ведь пока в России имитировали радость, говорили красивые слова, пускали салюты, те самые украинские мужики, которым есть за что мстить, разбирали на кусочки 20-ю армию РФ под Лиманом. Ямпль, который Россия в мае-июне штурмовала больше месяца, был взят за один день. Сотни убитых оккупантов. Пленные как из кадровых военных, так и из СДД Бородая. Представляете, как смеялись украинские воины, когда им рассказали, что Путин предложил Украине сесть за стол переговоров? Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Синсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст. Ботоксному вместе с Медведевым и всей Госдумой пора начинать пить какие-то таблетки, которые вернут их в реальность. Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда. Но мы, конечно, сядем за стол переговоров. Но только когда последний русский Ванька будет убегать в сторону Ростова и Белгорода. Капитуляцию путинского режима надо будет оформить документально. И да, это будет долгий, кровавый и тяжелый путь. Кто его знает, может, где-то безысходности совершит фатальную для себя ошибку. Существует мнение, что в скором времени специальную военную операцию переименуют в контр-таллистическую оператору. Кто-то говорит, что это будет даже отечественная война, но я считаю, что и этого недостаточно. Правильно это назвать священная война! Священная война! Но и это их не спасет. Ведь в Кремле до сих пор, кажется, не понимают, что люди с мотивацией всегда, еще раз, всегда разгромят наспех согнанное, хотя и огромное стадо. Стадо, чьи дома в 5-7 тысячах километров от Украины. И воюют они в лучшем случае за зарплату. А в худшем, как в ТВ, за барана или козу. Тувинская правда. Семьям мобилизованных передадут по одной голове мелкого рогатого скота. И это же вообще не шутка. Курс мужика к барану в Кызыле и окрестностях один к одному. Посмотрите вон на счастливые лица, получившие барана за батю. Хотя россиян такое отношение, кажется, вообще не огорчает. Тут, как говорится, кто на что учился. Впрочем, очень скоро коза и баран вполне могут стать для многих граждан России весьма серьезным подспорьем. Ведь на прошлой неделе случилось еще одно событие, куда более важное, чем хотелки деда. На трех нитках газопроводов Северный поток зафиксировали разрушение. Обе магистрали Северный поток-1 и Северный поток-2 вышли из строя. В Дании и Германии не исключают, что кто-то целенаправленно атаковал объект. Об удивительной истории с уничтожением Северного потока, причем как первого, так и второго, вы, наверное, слышали. Как и споры о том, кто же все-таки устроил диверсию или не диверсию. Ведь были мнения, что взорваться могли снаряды еще времен Второй мировой. Когда государство взрывает стратегические объекты другого государства, расценивать это иначе, как войны – это просто закрывать глаза. Пусть это выясняют компетентные органы, но вот у нас нет ни малейших сомнений. Случившееся на дне Балтийского моря – это самый сильный санкционный удар по РФ после 24 февраля. Ведь смотрите как, страна-бензоколонка может сколько угодно хорохориться, обещать всему миру холодомор. Без российского газа Европа замерзнет. Падет Европа, падет Америка. Они будут еще ходить к нам проситься и просить прощения. Это же у них нету газа. Это им в этом мире холодно. Угрожать то Украине, то Германии, то Великобритании генералом Морозом. Генерал Мороз, что называется, близко. Но на деле Путин и компания спят и видят, чтобы их злейшие враги продолжали покупать у России газ. Просто потому, что ничего другого, способного приносить большие деньги, сверхдержава не производит. Раньше они еще думали, что оружие у них качественное. Вот, например, ПВО. Но после ежедневных прилетов Хаймерсов, желающих покупать те же С-400, стало критично мало. Путин верил, что зависимость той же Германии от газа заставит Шольца и дальше платить миллиарды, закрывая глаза на военные преступления Кремля. Но тут удивительным образом взорвались трубы. Англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях Северного потока. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал. Если прогнозы экспертов подтвердятся, Северные потоки не будут подлежать восстановлению. Строить новые долго, дорого и в нынешних условиях нереально. Поэтому Германия, судя по всему, ускорит строительство терминалов для сжиженного газа, работа, которыми началась еще до взрывов моря. СПГ-терминалы в Германии. Теперь их будет уже шесть. Правительство ФРГ арендовало еще одно регазификационное судно. Прием сжиженного газа начнется уже в декабре. Параллельно будут строиться заводы по импорту зеленого водорода. Путин же по состоянию на сейчас всеми силами лишает Россию главного источника заработка. И это во время войны, которая и раньше обходилась Кремлю слишком дорого. А с миллионами чмобиков, у которых нет самого необходимого. Жен, девушек, матерей просите самые дешевые тампоны. Булевое ранение прямо туда вводите и все. Он начинает разбухать и придавливать стенки. А вместо обуви перед зимой тактические тапочки. Бюджеты на войну вырастут в несколько раз. А ведь доходяг нужно не только одеть, но и каждый день кормить. А с этим у России были проблемы даже при куда меньшей группировке. Помните, например, кремлевские запросы к Китаю с просьбой прислать сухпайки? Россия просит у Китая сухпайки. Это показывает, насколько серьезные у нее проблемы. Запрос подчеркивает фундаментальные логистические проблемы, которые, по словам военных аналитиков и чиновников, не дают России продвигаться вглубь Украины. И поднимают вопросы о готовности российских вооруженных сил. И, конечно, с таким подходом к обеспечению Путину вряд ли стоит ждать успешного Блицкрига, который бы переломил ход войны. Хотя его бояре сейчас и хорохорятся, обещая, ух, какую атаку и скорый выход на границы Донецкой области. Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. И сейчас мы выходим на новый этап. Введение боевых действий в том числе. Нет, МММщику, конечно, врать не впервой. Но мы сейчас всем покажем, что говорил этот болванчик в начале войны. Денис Кушилин. До выхода сил ДНР и ЛНР на границе Донецкой и Луганской областей остались считанные дни. Ну так что там, Дениска? Все получилось? И это ж только начало ваших перегруппировок, жестов доброй воли и бесконечных переобуваний. И никакой триколор над зданиями, никакие угрозы и мобилизации вас не спасут. С салютов в Москве во время разгрома вашей армии под Лиманом начался конец русского мира. Петь и плясать во время гибели своих, да еще с лозунгом своих не бросаем, умеете только вы. А все, что построено на лжи и лицемерии, не держится долго. Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. Газ как средство шантажа для Кремля. Мерзни-мерзни, волчий хвост. Надутыми капитализациями тоже никого не обогреешь. И роскошь для большей части населения Арафии. Здесь 14 кубов дров, а это только наполовину зимы этого количества хватит. Мы что, изгои какие-то? Или мы налоги не платим? Может, мы прокляты кем-то? Вот мобилизированный солдат, который буквально только что стал новым пушечным мясом, просит свою страну, а значит и Кремль, обеспечить его семью дровами на зиму. Трое детей у меня маленьких дома. Сельская местность отапливается печами, дровами, там, всеми делами. Попрошу местную власть, чтобы они обеспечили всем необходимым, пока мы будем находиться на линии фронта, там, неважно, где. Да, вам не послышалось. В стране, которая занимает первое место в мире по количеству запасов природного газа, у простых граждан Арафии этого самого газа и нет. Все, все остальное меня все устраивает. И что же тут хорошего? Мужик живет буквально на газовой скважине, но все добро уходит мимо, в какую-то другую трубу. И таких, как он в Раше, просто миллионы. Единственным источником тепла у нас, как бы, являются, собственно, вот эти вот прекрасные дровишки. В арсенале кремлевских говрунов много поводов для надуманной гордости. Еще давече они называли Рефью самой сильной, самой вооруженной, самой богатой. А значит, и самой великой. И право на столь высокое звание, по их мнению, даровано России одним лишь фактом наличия масштабных залежей природных ресурсов, в частности, газа. Но людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро. Накормить этими бумажками нельзя. А виртуальной, надутой капитализацией западных социальных сетей невозможно обогреть жилище. И опять шантаж, к которому Кремль прибегал постоянно, пугая то европейских лидеров, то соседствующую с РФ и Украину. Ведь газ в Кремле всегда считали своим главным козырем. И при любой конфликтной ситуации грозились его перекрыть. Навсегда. Именно наличие месторождений газа обеспечивало пляшивому карлику уверенность в себе и давало повод для взращивания запредельной агрессии. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Но с 24 февраля 22 года мировые лидеры прекратили всяческие экономические связи с РФ и начали массово отказываться от российского газа. На фоне войны в Украине страны Евросоюза хотят резко сократить импорт российских энергоносителей. А в идеале отказаться от них. Для Кремля это был настоящий удар. Такого поворота событий они точно не ожидали. Абсолютно тупое решение, если кто-то попытается его реализовать, ни к чему хорошему для тех, кто принимает это решение, не приведет. Пусть одумаются. Война, в которой они проигрывают. Санкции. С каждым днем растущая ко всему российскому ненависть. Да, ко всему этому еще и отказ от главного продукта, за счет которого они жили и процветали. Если что, это мы про кремлевскую недоэлиту. Абсолютно корыстный мотив. Замороженный Северный поток-2. Переход к альтернативным способам получения энергии. Плюс недавние взрывы в Балтийском море. Россия потеряла оперативную инициативу на земле в Украине. В то же время заработала Балтийская труба. Взрывы произошли очень близко к датским территориальным водам. Но не в датских территориальных водах, потому что в этом случае это было бы вторжением на территорию НАТО. Что это? Очередная диверсия русского мира, нацеленная на то, чтобы как-то запугать Европу. Президент Путин использует газ в качестве оружия и уменьшает поставки в разные страны ЕС. Эксперты считают, что Кремль использует энергетику в качестве оружия, чтобы убедить Европу отказаться от поддержки Украины. Как Западу пережить предстоящую зиму? Жители Британии, похоже, смирились с тем, что этой зимой им придется померзнуть. Но единственное, что сейчас уже понятно точно, все эти действия лишают Рашу хоть какого-то будущего в цивилизованном мире. Мы к этому не стремимся. На фоне всех этих процессов они все равно стоят на своем и не перестают говорить, как им кажется, о тотальной зависимости Европы от скрипоносной. Европейской энергетической политике посвящается заголовок популярного видео с газопроводом «Северный поток» и городами Евросоюза в главных ролях. В центре сюжета, собственно, российский газ, который больше не поставляется европейским пользователям. И все это под злободневный саундтрек. Слова Юрия Висбора исполняет Варвара Висборн. Зима будет большая Вот взгляни-ка за рекой Господи, хоть бы не позорились. Выглядит не то, что не пугающе, а просто удручающе. Небось, Газпром и мегабабки на создание сего шедевра потратил. А зима будет большая Главное, что стоило бы горе-создателям послушать эту песню полностью. Плачет синяя Россия, превратившись в снегопад Стоит отметить, что, так сказать, пугающие кадры зимнего задымленного города сняты именно в России. Город Красноярск – один из самых загрязненных городов не только Арефии, но и мира. А знаете почему? Потому что Красноярск – крупнейший промышленный город великодуховный, не газифицирован. Это Россия! И это не шутка. Это уруэлл чистой воды. В том же Красноярске из-за отопления углем режим черного неба явление постоянное. Ведь холодно там всего 9 месяцев в году. Так что не тех пугайте, товарищей из Газпрома. Приберегите страшилки для своих граждан. Очередное надевательство и прямой обман. А чтобы раз и навсегда развеять миф о спасительном российском газе, посмотрите на таблицу. Это данные еще за 2019 год. Мы видим, что по-хорошему, кроме Германии, которая из всего используемого газа 30% закупает в России, никто в Европе остро не нуждается в Газпроме. Мало того, внимание, общая доля экспорта российского газа в континенте не превышает 35%. То есть той тотальной зависимости, о которой кричат пропагандисты, просто-напросто нет. Поймите, в Европе нет зимы. Я жил в Сибири. Там действительно есть бураны, когда ты не видишь вот так вот вытянутую руку. Нет такого в Европе только сумерки да снег. Учепните себя ребятам. Вернитесь в эту реальность. Но зачем россиянину владеть вопросом и знать правду? Ведь так его будет сложнее одурманить пропагандой. Поэтому льются фейки с утра до вечера и взращивается стадо баранов. Обычный человек в России рассматривается как расходный материал. Ему можно отправить в любую горячую точку. Ему можно поднять налоги. Его можно оставить социальной защитой. Вопросов и проблем, которые надо решать в Раше, хватает. В осенне-зимний период народ страны-агрессора просто замерзает. А еду годами готовят на кострах. Невероятно, но оказывается, Эрефия газифицирована только на 67%. Треть 140-миллионной страны до сих пор обогревается дровами. Нежелание властей строить инфраструктуру. То есть им проще забыть о некоторых городах, о некоторых селах. И это при том, что такой всеми хваленый Газпром, напомним, располагает самыми большими запасами природного газа в мире. Страна с самыми большими возможностями, она не газифицирована до конца. Вот, и это действительно очень большой парадокс, это очень странно. Мы давно уже усвоили, что расистские СМИ работают по принципу «в чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь». Кстати, о бревнах. Пока они по пять часов в день рассказывают о проблемах Европы, лишенной российского голубого топлива, или Украины, которая замерзает. Украина на грани социального взрыва, холодная война собственному населению. Миллионы граждан ВРФ топят печи. Нет, они не любители ретро, не староверы и заботятся об экологии. Просто у них нет доступа к хваленому российскому газу. Поэтому россияне согреваются как могут или как позволяет достаток. Валентина Вячеславова ходит в лес как на работу. Здесь пенсионерка заготавливает себе дрова. В 72 года она наловчилась валить сухие деревья и собирать валежник. Для жительницы деревни Стрезнево это единственный шанс пережить зиму. Ведь ее пенсии не хватает на закупку дров. Цена на дрова в России выглядит как издевка над людьми, которых и так уже обделили. Одна машина стоит 8 тысяч рублей. Это вся ее пенсия. За холода уходит 4 машины дров. А это более 30 тысяч рублей. Очень большая сумма для пенсионерки. В прошлом году пенсионерке пришлось брать кредит на дрова. В стране с самыми большими запасами газа в мире. Можете себе такое представить? Все время покупали, пока вот так дорого не стало. В этом году еще дороже. Я, знаете, набрала кредит. Не надо кредит это платить на дрова и вещала прошлый год. А теперь вот не знаю как. Таких историй в РФ и миллион. И они, к огромному сожалению, настоящие, в отличие от тех, что снимают федеральные каналы и якобы про Украину. Это Пермский край. Зима в этом регионе длится аж 6 месяцев. С заоблачными ценами на дрова жить здесь могут только олигархи. Наверное, наша власть ждет, когда мы отсюда все дружно будем выезжать из деревень, освобождать земли, потому что в таких условиях уже тяжело проживать. Аналогичная ситуация в Самарской области. Мария Усманова живет в селе Марьевка. Каждый день сжигает в печке по три ведра угля. За зиму на уголь и дрова у нее уходят до 25 тысяч рублей. Если топить реже, в доме будет не выше 15 градусов. На просьбы жителей протянуть газопровод ответ стандартный – денег нет. Провести в село газ стоит несколько десятков миллионов рублей, а бюджет Борского района – 30 миллионов в год. Получается, спасение замерзающих – дело рук самих замерзающих. Это вот что это такое? Возьмите себя в банке, хоть пересмельчу, дайте, пожалуйста, газ пересмельчу. Хоть год, да, год-два. В Новгородской области нашелся целый печной город. В городе, где живет около 12 тысяч человек, больше половины домов и сегодня отапливаются дровами. Для местных жителей поленья буквально на вес золота, учитывая их цену. В двухэтажке, где живет Галина Симонова, никаких удобств. А старые стены давно не держат тепло. С пенсией в 10 тысяч рублей откладывать деньги на машину дров ей пришлось целый год. А у этого мужчины сгорел дом. Как думаете, из-за чего? Пожар начался от печки. Этого бы не случилось, говорит Николай, если бы он провел газ. Техническая возможность была, а вот денег не хватило. Вот как работает распиаренная Кремлем программа газификации. На камеру они исправно проводят трубы, но только до райцентров. А все остальное – проблемы потребителей и их же расходы. Чтобы я должен подключиться, я должен был заплатить 360 тысяч. И откуда вот такого работника? Вот у меня зарплата 15 тысяч. Откуда я 360 тысяч возьму? В одном из поселков Шаховского района ситуация достигла апогея абсурдности. Газ провели вплоть до домов, казалось бы, аллилуйя. Но вот за дальнейшее подключение непосредственно к квартире просят неподъемную сумму для жителей, большинство которых – пенсионеры. Осталось подключить вот эту вот часть трубы, соединить. Ну, просят сумму 38 тысяч за это. И при всем этом российскому люду предлагают утешиться тем, что Украина и Европа замерзнут без российского газа. Товарищи, да ваши граждане сами из последних сил выживают. Но фейкометным каналам это рейтинг не подогревает. Тут важнее акцентировать внимание на якобы замерзающих гейропейцах и всяких там нацистах и сатанистах. И это греет душу даже тем, кто топит дровами, у кого газа не было никогда. Потому что он понимает, что мы можем дать какое-то благо и спасти этих дурачков, которые захотели свободы, независимости. Так что, к сожалению, дело не только в Путлере и Кремле. Дело в этом имперском мышлении, которое греет сердца миллионов оболваненных русских телезрителей. Слова про независимость, самостоятельность и осознанность, они в русской версии звучат ругательными. И в русском языке, и в русской ментальности они ругательны. И они об этом напоминают. О том, что независимости захотели, замерзните. В голове не укладывается. В стране запасы газа, которые исчисляются десятками триллионов кубометров, голубое топливо недоступно третье население. А это, без малого, 50 миллионов человек. Бабкам уже за 80 рубят себе дрова зимою, летом. Глаза же смотришь на них, слезы текут. Ну как же так? На минуточку мы говорим о той самой стране, которая кичится рекордами по экспорту газа. О рекордных поставках российского газа в Европу заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. О стране, которая годами тратила миллиарды на строительство новых трубопроводов в Европу и Китай. Ну вот труба А и труба Б, сюда придет самый длинный в мире газопровод «Северный поток-2». О стране, в которой топ-менеджеры энергетических компаний живут как арабские шейхи. Правление «Газпрома» не поскупилось себе на выплаты. Это следует из финансового отчета компании по РСБУ. За 9 месяцев премии составили 2 миллиарда 230 миллионов рублей. И вот именно в этой стране проблема газификации стоит особо остро. 600 миллиардов долларов заработал «Газпром» за последние 10-11 лет. Нужно было бы хотя бы 15 процентов потратить на то, чтобы газифицировать нашу страну. У нас половина населения живет без газа. И это вы называете великой газовой державой. Но зачем «Газпрому» тратиться на газификацию какого-то села или захолустного города? Этим на Западе никого не удивишь. А вот новеньким небоскребам не стыдно и перед более богатыми партнерами похвастаться. Лахта-центр – самый высокий небоскреб Европы. А по совместительству самый заметный памятник социальной несправедливости. «Газпром» нефть потратил на него 1,7 миллиарда долларов, что превысило, к примеру, стоимость возведения самого высокого здания в мире – 828-метровой башни Бурдж-Халифа в Дубае – 1,5 миллиарда долларов. Поэтому стройка здания за такие деньги, в то время как у третьего населения нет газа, и это в России, в стране, которая одни из самых больших объемов запасов. То есть вот это очень большой вопрос. Россиянам давно надо было спросить у пляшивого карлика, который призывает убивать украинцев за свои бредовые идеи, а когда же газ будет доступен населению самой России? Когда прибыль от продажи голубого топлива наконец-то начнут тратить на благоустройство страны, а не на шикарную жизнь пары сотен семей, приближенных к засевших в Кремле, и на бессмысленную войну, которую развязал Путлер? Но это уже не важно. Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. А ботоксному упыри уже стоит понять, что ни на кого уже его угрозы и шантаж не действуют. Мир движется вперед уже без него. И только народу России осталось решить, быть или не быть. Убивать мирных людей в соседней стране или оглянуться вокруг себя и направить розданное им оружие против тирана, который довел их страну до такого состояния. Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! В Украине больше не осталось ПВО, а украинская армия фактически уничтожена. Потерь среди российских военных практически нет, и все идет по плану. Именно поэтому и проводится мобилизация, потому что на болотах все хорошо. Верно, товарищи? Железно! Точно, точно. Искать логику в действиях Кремля бесполезно. Она напрочь отсутствует. Также нас уже давно не удивляет и местный охлос, который категорически отказывается думать. Но чтобы еще раз утвердиться в своей правоте, послушайте реакцию скрипоносцев на частичную мобилизацию. Я поддерживаю, да, для того, чтобы закончить быстрее эту войну, короче. Да давно уже надо было их себе забрать. Еще восемь лет назад, чтобы люди не гибли. Конечно, за вы что! Если бы не мой возраст, я был бы там. Те, которые обязаны защищать Родину, они должны быть мобилизованы. Мы должны поддерживать нашего президента. Отдельно стоит выделить вот этот ответ. Из моих друзей пока что никого не забирают, а у меня братьев нету. Поэтому я как-то на это нормально отношусь. Действительно, какое мне дело до остальных? Плен так в плен, а в мешок – значит такова судьба. Но победителем в скрипоносном эгоизме можно назвать вот этого представителя прямоходящих, который только что приземлился в Стамбуле. Мобилизация была неизбежна, потому что не хватало людских ресурсов. Меня это не беспокоит, потому что мне уже 59 лет, и мой сын живет за границей. Есть на болотах и такие зверьки, которые, в общем, не против войны, но против отправлять туда своего сыночка. И речь сейчас даже не о депутатах Госдумы или отпрыске Пескова. Какого хрена объясните мне? Приходят повестки тому и забирают. Кто? Не воевают, у них нет подготовки. Я понимаю, если бы сказали 90%, что он вернется. Ну, сука, никто, конечно же, не вернется. Почему не идут воевать те, кто за эту зарплату получает? И по традиции в заключении обращение патриотическое признание к Родине. Я обожаю нашу страну. Но крики в камышах начальство не интересует. Сказали 300 тысяч, считай миллион. Значит, так и будет. Берут без разбору. Кривых, косых, колясочников и даже полуслепых. Будем стрелять. Что, если я не вижу? Будете стрелять. Наблюдателем вас поставят специально. Зрение тренировать. Ночное, особенно. Глаза фосфором обмажете и будете наблюдать. Речь полковника перед мобилизированными очень напоминает фильм ДМБ, вышедший в прокат в 2000 году. На заре карьеры Бункерного. 22 года прошло. А ВОЗ и ныне там. Кто солдат? Сымся? Так точно! Сусь! Ну, это солдат переда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все сутся. И я суть. И даже главком писается бывает. Что же нам из-за этого? Последний долг Родине не отдавать. Да что там. Долг Родине отдавать призывают даже многодетных отцов. Казательно, вот многодетных вы сказали. Я считаю, что это как раз шанс мужчинам доказать, что они мужчины не только потому, что они умеют пользоваться своими первичными половыми признаками, но еще и являются таковыми по сути. В общем, как у Высоцкого. Поднялся голдеж и лай. И по старой советской традиции, россияне начали искать пути откоса от армии. Кто-то вполне реально просит друга сломать ему ногу. Потому что сказали, что перелом руки это всего лишь отсрочка. А кто-то более умный решил пойти по безболезненному пути. Услышал разговор одной пары в автобусе, которая обсуждала, как им перераспределить опеку на детей, чтобы мужчина оказался единственным опекуном и не подлежал мобилизации. И все же самым популярным способом избежать черного мешка стал побег из страны. Другими словами, миграция. И вот об этом мы и хотим рассказать поподробнее. Мы покажем, как боящиеся НАТО активно просят убежище в этом самом НАТО. Мы объясним, что ждет Казахстан и Грузию в ближайшие месяцы. И почему развал недофедерации неизбежен. А прекрасное далеко будет так жестоко. У меня друг 15 лет живет на территории Российской Федерации. И позавчера он наконец-то получил гражданство Российской Федерации. И вчера объявили им мобилизацию. С самого утра 21 сентября после объявления частичной мобилизации произошел транспортный коллапс. Посмотрите на карту «Флай-радар» в этот день. Россиянам вдруг резко захотелось на юга. В России закончились авиабилеты на самые популярные безвизовые направления. Раскупили их всего за несколько часов. На данный момент улететь, к примеру, в Армению, Турцию, Грузию и Казахстан уже невозможно. Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан также недоступны. А полеты в Минск подорожали сразу в 10 раз. Удивительно. Даже в гости к таракану в соседний карцер готовы были лететь, только бы выбраться со своей любимой родины. Где, напомним, по словам самих же россиян, все хорошо, где они уверенно встают с колен. Он, б***ь, Россию поднял с колен. В чем заключается этот подъем? Ну, заключается, я не знаю, но все хорошо. Мне нравится. Ну, в том, что в армию заложил немного денег. В армию? Ну, да. Ну, посмотрите, мы 20 лет живем. С этим президентом у нас никаких воин нет. Ну, вы поняли. И насчет войн, и насчет армии, и вставания с колен. Так вот эти умники две недели назад резко навострили уши и двинулись куда подальше от вставания с колен. Те, кто побогаче, рванули в загнивающий запад. Очередь на финской границе сейчас занимает от 4 до 9 часов. В среду, день объявления мобилизации в России, границу пересекли около 5 тысяч россиян. А как же дьявольская НАТО, этот оплот ада? Мы же все помним, что они должны сдохнуть, а подданные ПУ… И мы как мученики попадем в рай. Видимо, не все хотят в путинский рай. Тем более, когда Европа и даже на секундочку США готовы предоставить так называемым беженцам приют. Ведомство по вопросам миграции беженцев уже получило указание от правительства ФРГ, что уклонение от мобилизации – убедительная причина для положительного рассмотрения просьб об убежище. Теперь становится понятно, что имели в виду вот эти патриоты, которые разукрашивали свои автомобили надписями на Берлин. Это так уклонисты посылали сигнал о помощи. Но далеко не все в Евросоюзе готовы принимать россиян. Латвия, Эстония, Чехия сразу заявили, что гуманитарные визы россиянам, которые сейчас пытаются выехать из страны, выдавать не будут. Очень правильную позицию касательно так называемой гуманитарной катастрофы высказала премьер-министр Эстонии. Мне приятнее видеть, как эти люди протестуют за прекращение войны, чем пытаются избежать дискомфорта для них самих. Аплодируем стоя и всецело поддерживаем. По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ покинуло около 10 миллионов человек. Вы представляете, какая это армия? Еще раз, 10 миллионов. И если бы эти 10 миллионов взяли в руки условные виллы и пошли на Кремль, много горя и крови удалось бы избежать. Но они сбежали. И со стороны наблюдали за тем, что творит их еще раз. И их правительство с суверенным государством и его народом. А теперь они строят из себя жертву. Показательно, что народные волнения в России происходят тогда, когда это касается их собственной мобилизации, а не тогда, когда российские граждане убивают, терроризируют, истязают украинских граждан. Очень показательно в этом вопросе не только Украина, но и Грузия. Это кадры многокилометровой очереди бегунов на въезд в Сокартвелла. Мы вас познакомились. Вот это кто? Вот это кто сейчас там? Я не думаю. Идемте сюда. Заезжайте, заезжайте. Заезжайте. Давай, иди садись. Не позволяйте вот этим словами. Россияне настолько хотят сбежать от своей хорошей жизни в РФ, что готовы бросать свои машины и прочее имущество, лишь бы поскорее пересечь границу. Сейчас на границе развернули целый бизнес. С российской стороны продают велосипеды всем желающим. Их затем массово бросают у грузинского КПП. Причем в отдельных случаях цены на те же велосипеды и даже самокаты равносильны гордости российского автопрома «Ладе». Верхний Ларс, единственная сухопутная граница Сокартвелла и Недофедерации, стала своеобразным пунктом приема беженцев. Причем, судя по заявлениям Володина, обратного пути у них нет. Хорошо то, что уехали. За них держаться не надо. Они уже предали. Если задумают назад возвращаться, будут наказаны. ФСБшники пригнали даже БТР на границу. БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блокпоста. Это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Пригнали на КПП и мобильный военкомат, что только усилило желание русаков покинуть свою райскую родину. Стоит отметить, что Картвеллы пропускают практически всех. Есть нюансы по Z-символике. Также, говорят, заставляют подписывать признание того, что Россия является страной-оккупантом. Но все равно пропускают. А что сейчас творится на границе, вы знаете, я думаю, что это вообще то есть политика тоже грузинского правительства. Они не знают, что делать либо они реально думают, что это не вопрос национальной безопасности. Достаточно странное мышление правительства, учитывая ситуацию с Южной Осетией и Абхазией. При этом сами Картвеллы всецело поддерживают Украину в ее борьбе против Москвы. И даже проводят воспитательную работу с понаехавшими. Привет дезертирам! Слава Украине! Слава нации! 95% грузинского населения, граждан Грузии, они считают, что война в Украине это наша война. 95% они считают, что могила Путина будет в Украине. Мне очень стыдно, какая позиция, например, грузинского правительства с начала российской агрессии в Украине. Простите, но вы же сами выбирали это правительство, которое позорно идет на поводу у обезумевшего деда. Мы хотим вам показать два фото. Эти фотографии сделаны в одном и том же месте с разницей в 14 лет. И возникает всего один вопрос. А кто-то может поручиться, что через какое-то время 2022-й вновь не превратится в 2008-й? То ли память коротка, то ли глупость велика. Но хотим напомнить, что россияне везде несут с собой весь тот вонючий русский мир, от которого исключительно несет болью, кровью и смертью. И поэтому не удивимся, если кто-то под предлогом освобождения так называемых русских приедет на танках на землю картвелов. А из всех чайников будет доноситься Грузия – это исконно российская территория. Уже усопший, между прочим, об этом предупреждал. То есть ничего не останется от Грузии. Останется Хачапури и Харчо. Все. Идем дальше. Пожалуй, самая многочисленная армия уклонистов двинулась в Казахстан. Казахстан. Молодняк Поперкович. Мобилизация, ребята, началась визуха. По данным МВД Казахстана, за последние дни в страну въехали около 98 тысяч россиян. Стоит отметить, что на казахском направлении бегуны из РФ достаточно организованы. Для взаимопомощи в переезде в нашу республику россияне создали несколько чатов, где обмениваются необходимые информации по поиску жилья, трудоустройству и получению вида на жительство. В России нет войны, нет разрушенных ракетами городов, нет самодельных кладбищ во двора, нет воздушных тревог, нет сирот, чьих родителей убили изверги-оккупанты, нет ядерных угроз. Там всего этого нет, и у них, по их же словам, все хорошо. Все эти люди просто начали бежать, внимание, от страха попасть в Украину. А как, специальная военная операция? Не-не-не-не-не-не-не-не. Ни в коем случае. Я тут же все, до свидания, побежал. Ты 500, что ли, обосравшийся? И большинство этих обосравшихся, как заметил соловьиный помет, даже не способны признать то, что они бегут, придумывают разнообразные отмазки. Много тех, кто приехал в Ак-Тубе с семьями, говорят, что к родственникам, но заметно, что в основном это мужчины военнообязанного возраста, граждане России. В большинстве своем сами россияне, пересекающие границу, не хотят комментировать, утверждают, что приехали в нашу страну погостить или в гости. Самая популярная договорка – туризм. Мы – туризм, у нас отпуск, у ребенка завтра день рождения. А вы раньше были в Казахстане? Нет, впервые. Ваше отношение к мобилизации? Я не знаю. Без комментариев, наверное, да. В мобилизации, да, уезжаете? Нет, мы в отпуск. У нас ребенок уже утомился, нам надо ехать отдыхать уже, 12 часов с ребенком. Так вот, для этих туристов в Казахстане планируют создать даже отдельную структуру. В ближайшие дни в Казахстане заработают горячие линии по вопросам миграции граждан Российской Федерации. Уловите весь смак выражения – горячая линия по вопросам миграции граждан РФ. Как все поменялось, а? Как говорится, вот это бумеранг, ребята, это бумеранг. Вот мы заставляли, к сожалению, мы, как россияне, мы виноваты в том, что это произошло, потому что мы не хозяева в своей стране, чтобы влиять на власть. Наша власть заставила бежать их, теперь бумеранг прилетел, бежим мы. Как говорится, земля круглая, и раньше они тебя, а теперь ты их. И казахи в этом плане не стесняются, за что им отдельный респект от украинцев. Короче, заселяемся, спустя три минуты уже выгоняют хозяина из их комнаты. Говорят, идите заселяйте в другую гостиницу. А прикол в том, что он берет мой паспорт и говорит, откуда вы? Я говорю, из Крыма. Он украинка, я говорю, крымчанка. Он украинка, я говорю, крымчанка. Ну, я думаю, что ему так... Он говорит, было бы написано на украинском у вас паспорте, было бы просто потрясающе. Казах. Опять ущемляют русских. Вообще вопрос, чей Крым стал такой лакмусовой бумажкой для местного населения. Вот дезертиры стоят. Скоро ловить вас будут, б***ь, как крыс, б***ь. Крым-то чей? Чей это Крым, скажи? Ну, скажи, Крым-то чей ты же, россиян? Ну, скажи, чей? Ты скажи. Че? Очко, да, у вас? Путлера боитесь, да, своего? Улавливаете весь ужас головного мозга населения необъятной. Они даже, бежав от Путина в другую страну, боятся сказать правду. Воистину, страна рабов. Крым-чей, скажите. Мы за то, чтобы... Не, ну, Крым-чей, елки. Скажите просто. Российский... Крым-крымчан. Крым-крымчан, да? Не Украина. Да кто их знает? А Донецк, Луганск? Донецк, Луганск тоже. Территория жителей, которые на них... Вот видите, да, ребята, как они отвечают? Смотрите. Вот они отвечают. Это территория, говорит, людей, которые там живут. У многих московитов абсолютно нет понимания, что зло в этой ситуации не Украина, не пиндосы и не гейропейцы. Это не они заставили их бежать с насиженных, но таких родных и любимых болот. Это не из-за них сейчас слово русский или россиянин во всем мире воспринимается как заразный или чумной. Нет. До них никак не дойдет, что если бы один ничтожный упырь не решил, что он властелин мира и не начал в 2008 году захват суверенных чужих территорий, такого унижения удалось бы избежать. Сейчас россиянам приходится бежать даже в Монголию. Мы ни в коем случае не хотим обидеть монголов. Но, как кто-то заметил, видимо, в Киевской Руси им не понравилось. Решили вернуться домой. Причем Монголия с распростертыми объятиями ждет своих этнических братьев – небоевых бурятов, калмыков и тувинцев. Я знаю, что с начала этой кровавой войны многие этнические меньшинства, которые проживают в России, пострадали больше всех. Бурятские монголы, тувинские монголы и калмыкские монголы – мы ждем вас с распростертыми объятиями. Это ли не прекрасно? Вообще, объединение семьи – это всегда хорошо. И почему бы не вернуться Бурятии и Тывек родным пенатам? С калмыкии будет несколько сложнее, но анклавы еще никто не отменял. Да и исконные земли казахов – Оренбург, Челябинск, Омск – должны справедливо и покаянно возвратиться домой. Картвеллам, возможно, стоит чуть активнее поднапрячься и вернуть утраченные Абхазию и Южную Осетию. О Европе необходимо понять, что не всем подходит демократия. И не потому, что она чем-то плоха, а потому что на неком генетическом уровне она просто невосприимчива для определенного населения нашей планеты. Поэтому не нужно предлагать свободу тем, кто жаждет рабства. А со всем остальным разберутся непобедимые, достойные и смелые украинцы. Скажите, пожалуйста, с чем бы вы могли сравнивать современную Россию? И с землей. Ой, что ж то за шуму чинився, что москалик в Украине загубился. Что москалик в Украине загубился. Розчинився окупант в Черноземье. После того, как главный маразматик Мордора, похоже, окончательно сдвинулся по фазе и плюс ко всему объявил в своей стране еще и мобилизацию... Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Интернет запестрил многочисленными видео ярких представителей, но очень великодуховных русских мобиков. Ну, он со столовым нюхтяком, с флаконом. Они не успели даже до казарм доехать, а уже понапивались. То ли от радости, то ли от большого горя. Да уж, с такими алкобатальонами Эрефию в этой войне, конечно же, ждет успех. Настрой у них и правда боевой. Вот только ноги не очень-то слушаются. И сознание периодически отключается. Ну что в этом вообще удивительного? Разве в Мордоре хоть когда-то было иначе? Мы русские, мы русские, мы русские. Мы все равно подвигаться с коллегами. Да у любого иностранца спроси о России. Ассоциации у него будут одни и те же. Медведь в лаптях с балалайкой. И она. Водка. Мальчик, ты не понял. Водочки нам принеси. Мы домой летим. Сейчас, правда, к этим ассоциациям добавились еще и орки, вторгнувшиеся на территорию суверенного государства. Но все же водка, при мысли о россиянах, всплывает в сознании первой. Срать, пазать, никуда ебаться. Ну а что поделать, если именно благодаря характерному похмельному, ну или проще сказать, абсолютно неадекватному поведению, русского с первого взгляда узнают во всем мире. Мясо, ебать. Что это, говно? Это не говно. Давно известно, что Россия и водка – это поистине неразделимые понятия. Да что там. Об особенностях русской души и ее тотальном пристрастии к бутылке высказывался не один классик русской литературы, музыки и науки. Вся Россия – страна каких-то жадных и ленивых людей. Они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Антон Чехов в беседе с Максимом Горьким. Тут даже добавить нечего. У Чехова можно насобирать целый сборник цитат о реальном характере, быте и жизни россиян. Русский человек – большая свинья. Если спросить, почему он не ест мясо и рыбы, то он оправдывается отсутствием привоза, путей сообщения и тому подобное. А водка, между тем, есть даже в самых глухих деревнях и в количестве каком угодно. Забавно, 130 лет прошло, а цитаты актуальна как никогда. В Мордоре все так же пьют, пьют все, пьют много и пьют везде. Степан Ильич, ты что, я при великим уважении к тебе отношусь, как к профессору в будущем. В РФ более 85% трудоспособных граждан, а это почти 90 миллионов человек, употребляют алкоголь. При этом 53% молодых людей делают это систематически раз в неделю. Неудивительно, что 70% смертей россиян в трудоспособном возрасте прямо или косвенно связаны с употреблением алкоголя. Почему же в Мордоре у людей сложились такие горячие и страстные взаимоотношения со спиртным? Почему водка для российского человека имеет прямо-таки сакральное значение и стала настоящим символом недовеликой страны? Давайте, ребят, ваше здоровье. Ребята, короче, бухаю за вас, давайте, от души. Ну а назовите еще хоть один такой же легкий способ побега от невыносимой реальности. Ну правда, в РФ, как мы знаем, дефицита проблем нет. Вот россияне и придумали, как их решать. За рюмкой. Соображают на троих. Спирт, вода из колодца и на закуску яблока. Пусть вернутся те времена. Такие были. Моей молодости и юности. Водка всегда придет на помощь. Залить горе или затуманить сознание, чтобы не видеть той беспросветной бедности и нищеты, в которой живут граждане якобы великой сверхдержавы. Россия победила Америку. Мы стали самой сильной державой в этом мире. А также победили всех инопланетян. Захватили всю солнечную систему. Скоро забоемся вселенную. Вот так среднестатистический россиянин принимает на грудь, и все у него вмиг становится на свои места. А Путин, в его понимании, настолько молодец, что даже жизнь вокруг налаживается. Все стало лучше. И небо над головой, и так далее. И президент очень приятно посмотреть. А то, что денег нет. Но это такое. Небольшой побочный эффект. Как говорится, если что, добрые люди помогут. У вас не будет немножко мелочей, копеечек? Покушечку пить. Алкоголь действительно работает на россиян, словно анестезия от реальности. Людей не волнует, почему власть не сделала в их селе, городе, нормальные дороги. Почему не ремонтируют больницы, школы, детские сады. Главное, чтобы рядом была водка. Благодаря ей можно закрыть глаза на все, что происходит вокруг. С ней же даже как-то веселее ехать умирать в другую страну. Неудивительно, что когда на одной из российских трасс перевернулась фура с водкой, это стало событием чуть ли не всенародного масштаба. Настоящий праздник неожиданно случился в одном из сел Саратовской области. На дороге перевернулась фура с водкой. Тысячи бутылок раскатились по обочине и в большинстве своем не разбились. Едва заслышав об аварии, местные устремились на помощь. Спасать, говорят, собирались пострадавших в ДДП. Но ведь бутылки тоже можно считать пострадавшими. Особо нетерпеливые откупоривали свалившуюся как манна небесная беленькую тут же на месте. Другие тащили домой мешками. Свалившегося прямо под ноги сельчан счастье затмило все остальные чувства. Не стесняясь камеры, местные жители и проезжающие мимо автолюбителя в считанные часы присвоили неразбившиеся бутылки с водкой. Аварию с водкой осветили все крупнейшие каналы. Видимо, одним посмеяться, другим позавидовать. А некоторые даже повторили сюжет в итоговых новостях. В селе Перекопной Саратовской области вот уже целую неделю продолжается праздник. По данным РосСМИ на дороге оказалось 20 тысяч бутылок горячительного. Такого запаса жителям поселка численностью 600 человек могло бы хватить до Нового года, если бы не алкоголизм. Уже утром на улицы вышли комментаторы. Приехали куча машин, короче, на джипах, начали мародерствовать, короче, дербанить. Ну, он уже рукой махнул, в общем, это, ну, короче, как бы, берите, короче, кто там что взял. Там по 300 бутылок, по 400, говорят. А вспомните, когда в Мордоре произошло массовое отравление боярышником. Под запрет тогда попал не только он, но и другие сомнительные спиртовые настойки. Вроде тех, что в русском просторечии называют фунфыриками. Некоторые особо видные персонажи тогда восприняли такие инициативы власти, как настоящую трагедию. Не забыли еще обращение Беляша к Путлеру. Я просто прошу тебя, если ты наш хороший справедитель, я за тебя даже еще буду дальше голосовать, чтобы ты у нас и был, и за твоего друга. Как его друга забыл? Так что, глядя на это все, разве можно сегодня удивляться зеленым человечкам, которые, будучи пьянющими, собираются ехать воевать в чужую страну? Вот он я, на передовую едем. А вот он я. Вот мы в таком состоянии все едем. Все в таком состоянии, ребята едут. Устраивают пьяные дебоши и драки на сборах. Вы везде, блядь, блядь, блядь. Ну что это такое? Ну будет время, подерегайтесь, побоюйте еще. Народу пи*** здесь просто, половина дерутся уже, блядь. Не успели, блядь, уехать уже, блядь, берутся, блядь, между собой, блядь, воевать едут. Какой это вояк из него, да ёпта, сели мать, да кого же вы берете-то? Вояки, конечно, еще те. Сразу видно, что одной из сильнейших армий мира «Синие войска» называются. Подготовка к войне у ликероводочных подразделений идет полным ходом. Естественно, все слегка податые, да, мягко сказано. Сейчас проспятся и дальше пойдут радостно, уверенно учиться военному делу. Ну, так было всегда и будет, ну, хоть ты убейся. Они вообще соображают, что едут, по сути, на убой, а не на тусовку. Или как раз из-за этого они и пьют, так сказать, напоследок. А может, это у них такой хитрый план? Специально умереть заранее, чтобы до фронта не добраться. Яна, что ли? Хотя, в принципе, тут даже трезвенник пить начнет, увидев, какие условия, обеспечение и оружие предлагает отечество россиянам, которых призвали на войну. Даже палатку с печкой не дали. На чутье в поле, и пофиг. Автобус уехал. Никто никому не нужен. Сухпая не было. Сутки почти сидим здесь. Спим вот-вот. Тут три спальных места. Четвертый может раком. Вот в таком состоянии здесь все. Находится все для нас. Все для солдат. Мы вот просто приехали, б**ть, спасать Россию, на**ть. От кого, е**ть? Е**ть. Тут вообще пи**ть. А как тут находиться? Это просто пи**ть. Ну вот. Разве что только залиться до беспамятства. Этот пацанам танкистам. Такую шляпу выдали. Сказали, у вас танки. Да, на**ть вам. Калашист у вас танки. А вообще, о чем тут говорить, если даже расисты, вторгшиеся в Украину еще до объявленной мобилизации, отлично показали, какие они великие солдаты и какие у них главные цели. Убить, намародерить и набухаться. Как вспоминают сельчане, россияне начали пьянствовать. Садимов дома, собака гавкает, выскакивает, подъезжает и БМП. И той сидит сверху, там, ци самих солдаты. Дед, самогонка есть? Он говорит, да не, хлопцы, звидки? Мы ж не гоним. Они развертаются и поехали. Понимаете? Это ночью они самогонку шукают. Представляете, что будут устраивать на фронте новобранцы, отправленные на убой в настоящую мясорубку? Да у них действительно остается лишь один вариант. Напиться и забыться. Ну или пойти с флагом Мордора в руках лично своими ножками минные поля разминировать? Вон, вернись! Вернись! Вернись обратно! Там минные поля! Вернись! Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там! Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова